Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня мы с вами будем спасать рядовую смородину. Пожалуй, нет того сада, где не росла бы одна, две, а то и три смородины черной или красной. И у них есть, к сожалению, очень серьезная напасть, которая в этот сезон, очень дождливый, очень прохладный, проявила себя как никогда рано и как никогда очень серьезно. Это тля. Еще только начинается сезон, еще она только отсвела, наша смородина, а у многих кустов на верхушках листья уже скручены в тугие клубочки. Снуют муравьи, которые разносят тлю, и вместо красивого прироста с красивыми здоровыми ягодами мы видим какие-то комки из листьев, испачканные черным налетом, а вместо гроздей ягод – жалкие кучки щуплых плодов. Что нужно сделать? Во-первых, конечно, можно сказать, что важно предотвратить. Но во время цветения использование инсектицидов строжайше запрещено, ведь мы убьем насекомых и пылителей и не получим в результате урожай. Поэтому сейчас, если вы обнаружили у себя на участке вот такие вот скрученные листья, а в них внутри, если развернете, вы увидите зеленую смородинную тлю, немедленно приступайте к защите смородины. Иначе из-за ее размножения вы не получите ни урожая, ни красивого куста, а многие пораженные ветки ослабнут настолько, что просто засохнут в ближайшую суровую зиму. Вы спросите, как же можно бороться со смородиной тлей, если вокруг муравьи, если вокруг такая прекрасная погода для них, и если тля размножилась просто неимоверно. Здесь может помочь только использование специальных средств. Пока тли немного, пока верхушки только-только начали закручиваться, можно обойтись обработкой наших кустов при помощи мыльных растворов, растворов мыла с добавлением вазелинового масла, либо настоев различных трав, неприятных для тли. Но при этом следует помнить, что струя, которую вы обрабатываете в своей кустарнике, должна быть довольно сильной, распыл мощным, чтобы он проникал во все закоулки. Если же мы видим, что тли очень много, что поражение очень серьезное, вот как здесь, то, к сожалению, помочь может только серьезная химия. Та же самая октора, конфидор, искра, децис, карате, фуфанон. Главное условие – до момента съема урожая, от дня применения препарата, должно пройти не менее трех недель. Но именно это поможет спасти здоровье оставшихся листьев и помочь новым листьям вырасти здоровыми и крепкими. И ягоды будут у вас тогда действительно крупные и наливные. Иначе мы рискуем получить жалкую горсть щуплых ягод с большого куста. Для борьбы с муравьями необходимо применять действительно серьезные препараты, например, цимифокс или цифокс или муравьед. И применять их точечно нужно вычислить, где находятся гнезда этих вредителей, и применять именно в этом месте. Помогает справиться с муравьями и свежая печная зола, которой можно обсыпать приствольные круги деревьев либо кустарников. Но следует помнить, что как только прошел дождь, зола отсырела, это средство перестает действовать. И, конечно же, если вы видите вот такие серьезно пораженные ветки, покрученные, то лучше их срезать, чтобы растение не тратило на них силы. К сожалению, восстановить вот эту ветку полностью здоровой уже не получится. И пускай растение лучше направит все свои силы на выращивание крепкого здорового урожая на остальных ветках, нежели рассеет эти силы на сохранение просто жизни вот таких вот угнетенных побегов и ветвей. Конечно, лучше не допускать размножения тли. Но если она у вас появилась, это не повод опускать руки. При сильном поражении, когда вы видите, что верхушки очень сильно скрутились, возможно, их придется даже срезать, чтобы пробудились, пока не поздно, почки ниже и выгнали новые побеги. Если же заражение небольшое, то с оставшейся ростовой точки прозовьется хороший побег и о нападении тли вам останется только напоминание в виде немножко искривленных ветвей. Вот здесь вы можете видеть, как сильно развитие тли на одной ветке привело к искривлению. И в конце концов, эта ветка ослабла настолько, что просто засохла. И мы были вынуждены ее вырезать. Чтобы этого не произошло, своевременно защищайте свои кусты смородины от этого опасного вредителя. Прохладная, влажная, весна затяжная привела к тому, что для болезней сложились очень благоприятные условия. И в этот год, как никогда рано, на нашей смородине была отмечена ржавчина. Да, смородина тоже ржавеет, и у нее целых два различных вида этого опасного заболевания. Но помимо ржавчины, на смородине встречается и мучнистая роса, и различные пятнистости. Сейчас, когда ягода еще только формируется, и до созревания у нас большой запас времени, Вместе с защитой от тли мы можем и должны провести обработку нашей смородины от различных грибковых заболеваний, которые способны значительно подорвать ее здоровье. Для защиты смородины от болезней можно использовать самые различные препараты, фунгициды широкого спектра действия. Такие как скор, топаз, хорус, раек. Они помогают остановить развитие ржавчины, остановить развитие антракноза и убережет здоровье куста. При проведении защитных обработок можно приготовить баковую смесь и совместить в одном опрыскивателе средства для защиты от насекомых, от болезней и комплексное удобрение с микроэлементами, которые уж точно никак не повредят нашей смородине, которой приходится бороться с такими опасными вредителями. При обработке тщательно смачиваем всю поверхность листьев. Если вы используете биопрепараты, то старайтесь, чтобы струя попадала как можно глубже внутрь клубков, вплоть до того, что разворачивайте их, чтобы буквально сбивать насекомых, которые скопились там, мыльным раствором. И следует помнить, что использование биопрепаратов прилагает неоднократность. То есть вам придется обрабатывать ваши кусты не один раз в 2-3 недели, а один раз в 4-5 дней. А если погода стоит влажная, а у вас очень сильная заселенность, то, возможно, и чаще. Но зато у вас в саду будет абсолютно экологически чистая обстановка. Заботьтесь о вашей смородине. Своевременно проводите обработки. Используйте только проверенные препараты. И главное, используйте их вовремя. И она отблагодарит вас здоровыми, прекрасными витаминными ягодами. Процветания вам и вашему саду. И до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал Процветок. С вами была Юлия Кондроденок.